Летним оздоровительным отдыхом только в Ак-Тубе будут охвачены 60 тысяч школьников. Таковы данные городского отдела образования. С началом календарного лета свои двери распахнут больше 60 пришкольных детских лагерей и 5 загородных. До начала первой смены считанные дни, а в учреждениях самый разгар подготовки. Вот, к примеру, один из загородных лагерей. Здесь идет ремонт. Рабочие меняют обои, красят беседки, обновляют столовый инвентарь. Ожидается, что за лето здесь отдохнут 600 ребятишек. Стоимость путевки в лагерь не из дешевых. За 10 дней пребывания ребенка родители заплатили по 50 тысяч тенге. Путевки у нас стоят 50 тысяч. Детей у нас будет 120 в один сезон. Сезон длится 10 дней. 6 сезонов мы планируем принять. Ну, я как говорила, уже путевок нет. Путевки уже все проданы. Проданы были в феврале месяце еще. Значит, у нас АЗФ, АЗХС предприятия, Храм Таусский Востоксервис. Ну, много у нас организаций, которые с нами на протяжении очень многих лет работают. Поэтому такая немножко популярность в лагере, что... Ко встрече с юными отдыхающими готовятся и их будущие вожатые. Молодые, энергичные, с неиссякаемой фантазией. Курсы вожатского мастерства, как оказалось, студенты проходят, каждый на базе своего вуза. В этом лагере будет работать молодежь из университета имени Жубанова. Методисты же разрабатывают всевозможные проекты. В лагере шестиразовое питание, тренировки, плавание в собственном бассейне, игры, викторины и экскурсии. Все эти развлечения влияют на конечную стоимость путевки, говорит администратор лагеря Найляна Сырова. В сфере детского отдыха женщина работает не первый год и признается, что в этом году стоимость путевки стала выше на 5000 тенге. В прошлом году было 45 тысяч. Нет, я не считаю, потому что мы в лагерь очень много вкладываем, очень много вкладываем в лагерь для того, чтобы на следующий год у нас тоже были те же люди, пришли. Вот у нас капитальный ремонт идет в гостинице, вот у нас улица, это у нас вожаты, это кастинг обязательно идет, мы выбираем этих людей. Затем повара, поваров тоже выбирают, но у нас свои повара, которые много лет работают, они знают. Вот их зарплата, это тоже сумма, электроэнергия, газ, свет, это все входит в сумму оплаты за путевку. Загородные пришкольные лагеря, детские площадки, кружки по интересам, языковые лагеря, краеведческо-туристические, эколого-биологические, спортивные. Вот такие виды лагерей будут действовать этим летом. Стоимость путевок во всех частных лагерях разнообразная. При этом почти 1118 школьников смогут получить путевки в загородные лагеря бесплатно. Это дети из льготной категории семей. Еще 2634 ребенка за счет средств из бюджета смогут также бесплатно отдохнуть в пришкольных лагерях. Всего из бюджета на организацию летнего отдыха выделено 65 миллионов 370 тысяч тенге. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова